Замечательные традиции казачества сохраняются и поддерживаются благодаря развитой системе казачьего образования, которая создана на Кубани. Молодое поколение успешно воспитывается в казачьем духе, и это подтверждается проведением такой культурно-просветительской акции, как «Казачий диктант». Без малого 60 тысяч учащихся и их родителей приняли участие в очном этапе диктанта. Нужно было ответить на 20 вопросов, касающихся исторического прошлого, культурной жизни и наследия Кубанского казачьего войска. Мы побывали в 16-й средней школе имени Героя России гвардии майора Сергея Таранца. Казачий диктант проводился в младших, средних и старших классах, и для всех были составлены вопросы, учитывающие уровень подготовки учащихся. На вопросы просветительской акции вместе со школьниками отвечали казаки Славянского районного казачьего общества. Обычай и традиции наших предков – это как напутствие нам, нашим потомкам, о том, как надо жить, о том, какой был уклад жизни у наших предков. Ведь мы живем на казачьей земле, на кубанской земле, которая защищалась нашими дедами, прадедами, которые проливали кровь на этой земле. Ребятам нужно было вспомнить казачьи заповеди и неписанные домашние законы, мужские и женские ремесла, молитвы и пословицы и многое другое. Я сегодня первый раз писала казачий диктант, и мы, в принципе, все это уже проходили, ну, там были разные вопросы, начиная с пятого класса, и по сложности тоже разные вопросы были, но, в принципе, это все было легко, я думаю, написала правильно. Мы изучаем историю кубанского казачества. Сегодня у нас казачий диктант, на котором мы проверяем свои знания. Отвечать на вопросы казачьего диктанта не всегда было легко, но все же особых затруднений у ребят не возникло. Некоторые вопросы были, ну, легкие, а некоторые были сложные, которые, ну, мы изучали, но давно, и вспомнить их было трудно. Ну, а так я написал, ну, ответил на все вопросы. Я думаю, написал хорошо, потому что я учил историю кубанского казачества и знал ответы. Итоги казачьего диктанта свидетельствуют о том, что посеянные семена знаний о традиционной культуре и обычаях уже дали свои благодатные всходы. Казачья молодежь, обогащенная опытом своих дедов и прадедов, поддерживает возрождение и развитие кубанского казачества. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Спасибо. Спасибо.